Самые спортивные и просто любители собрались в эти выходные на набережный День физкультурника. В Самаре отмечали и масштабно, и массово. От футбола до шахмат, все виды и задач любой сложности предложили выполнить гостям праздника, а заодно и сдать нормы ГТО. Рекордов не ставило, но здоровый интерес проявила и наша съемочная группа. От настольного хоккея до полноценных футбольных баталий. В День физкультурника Самарская набережная стала гигантским храмом здорового образа жизни, центром которого стала сцена на Чкаловском спуске. На ней представители различных видов спорта демонстрировали завороженным зрителям свое мастерство. Участников и гостей праздника приветствовал Николай Меркушкин. Здоровый образ жизни – это снова снов. И мы будем все делать для того, чтобы разного рода мероприятия, соревнования, турниры проводилось как можно больше. Мы уже сейчас поддерживаем за счет бюджета правительства Самарской области более 550 подобных мероприятий в течение года. Современных людей привезти в спортивные залы сложно, если не будет современных европейского мирового уровня спортивных сооружений. И мы только за два года построили таких 75 спортивных сооружений. Это два с половиной раза больше, чем в предыдущие два года, те в 2011-2012 год. В этом году мы еще 72 современных спортивных сооружения сдадим до конца года. Николай Меркушкин отметил представителей спортивной общественности региона почетными грамотами и благодарностями. Со многими глава региона успел познакомиться лично. Больше глушицы тоже я там у них был. Они обещали занять первое место по футболу среди районов Самарской области. Мы обещали новый стадион с искусственным покрытием. И сейчас он строится. Завершается связь у них там, завершаем мы там плавательный бассейн с домом культуры, такой культурно-здоровительный центр. И дальше будет построен еще хок за то, что так активно не занимаются развитием спорта. Пусть все от вас берут пример. Глава региона побывал на нескольких спортивных площадках. Среди них и футбольное поле, где незадолго до этого состоялись финалы турнира «Лето с футбольным мячом». Здесь глава региона отметил лучших игроков турнира. Первый кубок за первое место мы победили в турнире. Обыграли Кашнаглинский район и Самарский район. А второй кубок мне дали за лучшего игрока турнира. И по традиции Николай Меркушкин пробил серию пенальти лучшему вратарю состязаний. Николай Меркушкин поздравил и финалистов областной спартакиады «Готов к труду и обороне», которые собрались на Маяковском спуске. Напомню, что сдача в России норм ГТО возрождена по инициативе президента России Владимира Путина. Я хотел просто вам сказать слова благодарности за тех, которые делают первые шаги, за тех, кто начнет, я имею в виду, впишет первую страницу, первую страницу новой истории ГТО. И наша страна на самом деле будет здоровой, сильной, мощной. Глава области посетил ринг, на котором проходили соревнования в рамках еще одного спортивного проекта «Лето в боксерских перчатках». За поддержку этого вида спорта в регионе Николаю Меркушкину вручили памятный подарок – бронзовые перчатки. Николай Козлов, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. Новости губернии.